Этот проект можно смело назвать стройкой века. Первое консессионное соглашение в стране. Большую часть расходов на себя берет не бюджет, а частный инвестор. К тому же эта дорога не просто соединит кратчайшим маршрутом две республики, а создаст новую удобную дорожную ветвь. Этот мост находится на перекрестке нескольких маршрутов. Можно будет проехать с Кировской области через этот мост в направлении Оренбурга или в сторону Екатеринбурга и Перми. Завершение строительства планируется осенью 2016 года. В настоящее время подрядная организация идет в ногу с графиком строительно-монтажных работ. Основа новой дороги – мост через Каму протяженностью более одного километра. Здесь уже возведены четыре береговые опоры. Активно ведутся работы по установке двух опор на воде. Этот мост будет не только длинным, но и высоким, чтобы не затруднять судоходство. Самой высокой станет седьмая опора – более 31 метра от уровня дна, 19 из которых будут над водой. Под такой мост, соответственно, поднимают и дорогу. На данный момент высота этой насыпи уже 8 метров. После того, как на опоры будут установлены блочные пролеты, ее высота поднимется еще метров на 5. Масштабность этого проекта поражает. Если только на устройство дорожной одежды, то из самого верхнего слоя планируют потратить более 4 миллионов тонн ПГСа. Цифры здесь внушительны во всем. Сейчас параллельно с установкой опор идет укрупнение блочных пролетов. Вес каждого блока – около 80 тонн. Всего будет установлено 77 блоков. В реализации проекта задействовано около 400 человек и более 100 единиц техники. Действует три бетонных завода, которые производят более 30 кубометров бетона в час. Параллельно с Камским мостом строят мост через реку Камбарка. Вот это мостовой переход через реку Камбарка. Длина его 115 метров. Ну и здесь, если посмотреть, у вас спиной прорублена уже просека под строящуюся дорогу. И, собственно, трасса дороги пойдет здесь, параллельно существующей дороге. Здесь все опоры готовы 100%. И на сегодняшний день смонтированы главные балки. Занимаемся монтажом ортотропных плит. Но быстрее всего работы идут на реке Буй. Здесь можно смело сказать, что мост готов уже процентов на 80. В этом году по нему начнется технологический проезд. Сейчас через реку уже проложено около 1000 тонн металлоконструкции. Пролеты собирают и протягивают на другой берег, буквально как на лыжах. На данный момент надвинуто уже 140 метров. Собрано 200. И в конце месяца мы должны его полностью надвинуть уже. Есть домкраты у нас большие, которыми мы упираемся в пролет и толкаем приблизительно со скоростью 2 метра в час. Сейчас мы занимаемся очередным этапом укрупнительной сборки. Осталось надвинуть 71 метр. Проект стоимостью почти в 14 миллиардов рублей будет завершен к 1 октября 2016 года. К этому моменту новая двухполосная дорога должна быть проложена не только со стороны соседней Удмуртии, но и по территории Башкортостана. В этом и заключается основная суть соглашения, подписанного между главами наших республик. По обеим сторонам за два года планируют построить и отремонтировать около 220 километров дорог, создав прямое сообщение из ЖЭФСКУФА. Наталья Буровальч, Атасламов, информационная программа «Время новостей».